Ну, сначала я буду, наверное. Да, ну, там просто... Что? Да-да-да. Какой-то голосастый. Давайте не будем так шутить. Всем привет, с вами Алина, и у меня сегодня в гостях мой коллега Матей. Как правильно твои имя произносить? Матей. Я всегда называю тебя Матей, короче, это ревелэйшн. В гостях сегодня Матей. Всем привет, с вами Алина, и сегодня в гостях у меня Матей, мой коллега. И, Матей, пожалуйста, расскажи о себе, можно подлиннее. Матей – иностранец, проживающий в Казахстане. Вот, Матей, откуда ты, как ты сюда вообще прибыл, чем ты здесь занимаешься? Всем привет, меня зовут Матей, я из Словакии. Я жил долго в Словакии, родители из Словакии, живут в Словакии, я там живу 19 лет. Потом поехал учиться в Прагу. В Праге жил 7 лет, там работал 2,5 года. Я там познакомился с моим бывшим боссом, уже бывшим, да. Я с ним познакомился в Универе, он преподавал курсы, мы потом встретили в Хоум Кредите в Праге. Он поехал работать в Казахстан и потом он меня пригласил. Я сказал, ну давай, посмотрим. И я здесь уже два с половиной года. Я работаю в банке, в департаменте рисков, обычно делаю аналитику. И пока все. Расскажи, чем ты любишь заниматься? Матей очень часто много ходит в горы. Он на самом деле в моих глазах просто профессионал горных походов, потому что для меня то, что делает он, куда он ходит, это очень круто, несмотря на то, что я тоже хожу в горы. Поэтому давай, расскажи про свои хобби. Где вообще ты заводишь друзей здесь в Казахстане? Как ты общаешься? Как вы проводите время вместе? Да, я люблю горы и Словакию. Я, когда здесь приехал, хотел сходить в горы, но просто не было с кем. На работе коллегам говорил, давайте, пойдем, пойдем. Им как-то не хотелось. И просто я тогда не знал еще русский язык, да. Я здесь приехал, вообще не знал русский. Просто несколько слов и все. И потом как-то несколько человек, окей, давай сходим. И я начал ходить в горы с ними, там познакомился с друзьями. Начал ездить поездки, путешествовать по Казахстану, потому что когда есть время, просто надо его использовать. И мне очень нравится в Казахстане, потому что здесь нетронута природа. И горы, ладно, горы сначала знало очень мало людей. Сейчас они стали очень популярны, потому что инстаграм, и когда был коронавирус, и карантин просто было некуда деваться. Поэтому горы, и наслаждаться чистым воздухом, хорошей компанией. И, конечно, развивать свой русский и общаться. Это самый быстрый способ. Да, молодец, у тебя классный русский. Ты очень хорошо говоришь по-русски. И, ну, как бы уже, как мы начали говорить о Казахстане, да? Нормально, нормально. Хорошо. Пусть и тебя будет. Отсюда тоже слышно. В общем, что тебе больше нравится в Европе? Что тебе нравится в Казахстане? Какие вообще культурные разницы, какая есть, да? Да, давайте на русском. Так, мне очень нравится здесь природа, потому что она нетронутая. Мало людей знает о некоторых местах. Там есть очень красиво, там есть тихо, чистый воздух. Я могу сказать, типа, здесь горы несколько пиков или алтин-эмэль. Баравой зимой, там серьезно мало людей. Водопад Бурхамбулак. Очень красиво. Рекомендую всем съездить. Я съездил. Классно. Что мне здесь нравится больше, чем в Европе? Здесь некоторые вещи просто не были построены. И если вы строите что-то заново, можно очень быстро сделать. Типа оплата QR-кодом, вообще карточка не нужна. Это очень классно. Люди здесь более открыты, чем в Европе. Правда? Да. Так есть. А, да? Да. Потому что кажется, как будто европейцы такие cool, да? Такие, типа, о, привет, как дела? Такие, как friendly, on the surface. On the surface, yes. Да, on the surface, yes. On the surface, yes. Да, но я бы сказал, здесь люди еще чуть более открыты и более веселые, потому что здесь больше солнца, чем в Европе. А, о, я никогда об этом не думала. Да. Дело им именно в этом. А, то есть там люди угрюмы, потому что погода так себе, да? Да, там на них погода больше влияет, чем здесь. Интересно. И что могу сказать, что здесь не очень? Ну, я живу в Алматы, я могу сказать именно общественный транспорт, потому что я жил 7 лет в Праге, и в Праге общественный транспорт это номер один. Он классно работает здесь, не работает так, как я бы ожидал на такой большой город. Ну, я надеюсь, он справится. Тоже, да, тоже проблема Алматы, к сожалению, это грязный воздух. Просто он есть, с этим ничего не сделаем. Я пока. Поэтому надо в горе чистить воздух. Именно зимой в городе облачно, в горах солнце, кайф. Можно отдыхать. А мне не нравится здесь зима вообще. Частная, такая она серая. В Корее всегда солнечная зима, там даже снега нет. Мне здесь зима нравится, но в горах, потому что всегда снег. В Словакии на Рождество обычно снега не бывает. Он обычно где-то после Рождества, где-то 26 декабря. Да, мне это надо сказать. В Словакии и в Европе Рождество 24 декабря. Нет, как здесь, здесь 7 января. Ну, кто-то 24, я 24, отмечаю, 25. Дальше, что мне здесь, ладно, мне нравится. Я был удивлен. В Европе просто система работает, что у вас обязательно здравоохранительная страховка. А здесь нет. Не везде есть. Да. Это привилегия. Да, а у нас это обязательно в Европе, поэтому... Ну, у вас высокий уровень жизни. Относительно. Да. Правила. Могу сказать, что здесь еще мне очень нравится. Я обожаю овощи, фрукты, мощные продукты, потому что они свежие. И человек чувствует вкус. В Европе зимой овощи и фрукты вообще беспонтовые. Просто пластик. Да. Интересно, что ты видишь разницу. Потому что многие, привыкнув уже к пластику, они не видят разницы даже, что ли? Нет, я именно чувствую солнце в помидорах. Я типа люблю помидоры из нашего сада в Словакии, потому что в них чувствуется солнце. Зимой ладно, зимой их нет, а в магазинах просто пластик. Все понятно. Что могу еще сказать? Чуть был удивлен, ну ладно, удивлен. Как-то не привык, что здесь можно без проблем заказать конину. В Европе такого нет. Просто можно типа колбаски из конины и все. Здесь бургер, стейк, козы. Да. Очень вкусно, это могу сказать. И мясо здесь вкусно, не только мясо, все продукты. Просто питание пока хорошее. Хотя в Европе тоже неплохие продукты. Да, но здесь чувствуется в них просто реально вкус и зимой. Поэтому это очень клево для меня. Это тоже привилегия большая, да? Да, согласен. И понимаешь этого, когда не поживешь в такой стране? Да. Я тоже в Корее не знала, что такие вкусные продукты. Пока я не пожила в Корее, там не очень. Да, да, так есть. Дальше. Давай про праздники поговорим. Ты начал говорить про Рождество. Можешь поговорить, ну вот сказать, например, праздники, которые тебе здесь нравятся? Или то, что странно, например, отмечают у нас, у вас не отмечают? Ну вот что-то такое есть, например? Конечно же есть. Я здесь приехал в январь 2019 года. И сразу давай 8 марта. А я, ладно, 8 марта, и что такое? Просто своей близким, типа маме, девушке, сестре, бабушке, вот цветы, или просто давай на ужину, и все. Здесь нет, на работе давай, надо подготовить какую-то программу, подарки. Не только на работе, надо подругам. Все. Ну, серьезно, я был в шоке, просто собираемся на работе, окей. Честно, я уже к этому привык. Я думаю, это хороший праздник. Согласен с ним. Но, честно, у нас так не празднуем в Европе именно, как здесь. В Европе все равно маме дарите цветы, маме, сестрам, девушкам. Да. Ну и кто не все европейцы? Не все европейцы. Я знаю, что немцы, голландцы нет. Нет, они нет. Но просто здесь это очень больший праздник, честно. Здесь, да. Ну, я не знала, что вообще у вас тоже такое есть, кстати. Я не знала, что вы даже чуть-чуть празднуете. Да, но маленько. Вторая разница в праздниках, 9. мая. Да. Опять шоке, когда приходишь на работу, у меня там пакетик лежит. 7. А, да, 9. победа, да, 7. мая. Да, 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 да. Тоже шоке. День защитников отечества. Да. Кто не знает, ну, в Казахстане 7. мая, это как типа 23. февраля в России. У нас это День защитников отечества. Да. Да, жил, прихожу на работу, вот пакетик с фузырьками. Хорошо, окей. Это было приятно. Что дарили тебе? Там было... Носки. Нет. Там было вкусное, да, вкусное, да, еще какой-то сертификат. Сейчас, когда был карантин, нам подарили на работе кофты. Кофты с именами, поэтому клево. Понравилось? Да. Хорошая культура, да? Ну, вот как бы женщины, как это, обещает, благодарны мужчинам? Да. Потому что они мужчины, мужчины благодарны женщинам, потому что они женщины. Какого? Да, да. Это будет, да? Ну, в Европе там такой equality сильный. А у нас, знаете, как насчет этого? Да, да. Здесь, в Казахстане. Это для тебя шок, нет? Нет. Я типа из Словакии. У нас типа чуть еще и восточная культура, что-то из Европы, поэтому у нас как-то все вместе. Поэтому я не так в шоке. Но, да, чуть был удивлен этими праздниками, 8 марта и 7 мая. А вообще в плане культуры как вот? Вот у нас, например, ну не то, чтобы прям обязан, но зачастую часто бывает, что мужчины там платят. Это окей у нас. Это если ты заплатишь, ты никого не обидишь. Наоборот скажешь, молодец, мужик. Да, в Европе может быть обидно и скажут, типа нет, я заплачу за себя. Да. Если я хочу заплатить за девушку в Европе, я скажу, можно, да, сегодня на меня? Да, да, окей, я согласен, все. Поэтому, да, чуть разница, думаю, привыкаю пока. Дальше, что я был очень удивлен, честно, если праздник попадает на субботу или воскресенье, в понедельник выходной. Да. А этого в Европе вообще нет, честно. Это же праздник, надо его компенсировать. Компенсейшн. Да, это, ну, вроде хорошо, можно отдыхать. Вроде, у нас 8 марта, 4 дня, 4 дня, 8 марта. Это всего лишь 8 марта? Да, да, да. Если бы в Европе так было, вы бы были счастливее. Кажется, да. Может, это не из-за солнца, а может, это из-за праздников. Много работы. Да, но, честно, я к этому как-то привык, если есть праздник или нет, разница небольшая для меня, честно. Потом, да, для Рождества Словакия, Чехия и Западная Европа у них 24 декабря. И Словакия и дальше Восточная Европа, и дальше там Азия. Ну, Россия, Украина, они празднуют просто 7 января. В этом разница. Новый год поеду... Здесь не все празднуют, я был удивлен, типа, встретил пару знакомых, пару людей в горах, и они типа, ааа, мы не празднуем Новый год, просто у нас Новый год на Урис. Поэтому... А, да? Поэтому, окей. Для меня шок, если честно. Да, просто... Это странно. Ну, это жизнь. Это, да, это выбор каждого, в смысле, ну, для меня тоже, в смысле, это немножко непривычно, потому что, когда я рассказываю, Славка, Затаня, все праздновали Новый год. Это сейчас какой-то, ну, как бы, тренд. Да, может быть, не всем нравится этот праздник. Я не знаю, но, окей. Я люблю Новый год. Для меня именно Рождество, Новый год, это самое классное время, потому что традиция Европы, все мы вместе именно в это время. Да, да, мне тоже нравится, потому что это мандарины, семья, елка, салаты, торт, оливье. Да, да. И много еды, много общения, телевизор, отдыхайте, спите, кушайте, и обновление календаря, обновление энергии. Да, согласен. Я только вспомнил, чего мне здесь не хватает. Я, когда жил в Праге, у меня была традиция, типа, давай, один раз или два раза в год концерты клёвых групп. К нам никто не приезжает. Да, да, дело в этом, к сожалению. Всем пофиг на Казахстан, приезжать редко. Да, очень, очень. Ну, бывает, но редко. Да. Это, ну... На кого бы ты пошёл? Если бы я из всех мировых групп, конечно, у меня здесь мечта сходить на Найтвиж. Куда? Найтвиж, группа Найтвиж. А, я знаю, знаю, рок-группа. Да. И, конечно, я бы ещё послушал Депарпу. Просто они клёвые. Да, они старики, но клёвые. Сейчас Бейонсе. Сейчас пандемия. У меня в голове Бейонсе. Сейчас пандемия, всё равно никаких концертов нет. Не в Европе. Да, но я надеюсь, скоро будут. Я знаю, что, типа, и здесь будут, но просто там будут какие-то ограничения, типа, можно только сидеть на концерте. И, честно, это не для меня, потому что как можно энергию принять и чувствовать группу, если вы сидите просто нет. Да, это странно. Да. Окей. Окей. Ну, расскажи, какие у тебя были тут очень смешные или странные истории. Да, ладно. Я работаю в банке, типа, я хотел открыть у нас карточку. И... Да, они сказали. Но у вас долг 6 тенге. Окей, 6 тенге. Где долг? Да, именно где и как его можно оплатить? Сказали, ну, вам надо именно сходить там в налоговую, где-то в городе, в Медельский район. Ладно, давайте адрес, схожу. Сходил первый раз, типа, да, да, вам надо оплатить. И, честно, здесь очень большая бюрократия, потому что я был в четырех дверях, и они мне сказали, типа, мы этим не занимаемся, идите в другие. И пошел туда-сюда, и потом сказали, вот, попробуйте аудит. И аудит сказал, это не наша тема. И мне как-то было, ладно, нам не нужно 6 тенге, чтобы я оплатил долг, давайте не буду это решить пока. И потом через пару месяцев просто позвонил мне, и давай, вот, помоги мне, пожалуйста, просто 6 тенге не может быть у меня долг, как-то, ну, неправильно, не чувствую себя хорошо. Мы тоже долго не могли решить, я тоже не знал, как. И просто мы потом поехали, и достучили до двери, и как-то получилось оплатить 6 тенге. Ну, опять, долг 6 тенге, и что, да, комиссия 150 тенге, ребята, блин, вообще не в тему. Комиссия 6 тенге умножить на 150, да? Да, просто, блин, но я очень рад, что это получилось, и... Ну, в Европе нет такого? То есть ты всегда знаешь, за что твои 6 тенге, где чего должен. Пошел тебе сказали, да? Именно в Европе классно, что они тебе скажут, вот, у вас есть долг, вам надо оплатить. Я здесь понял, что у меня долг, потому что я не мог открыть карточку. Мне никто ничего не сказал, что у вас есть задолженность. Ну, ты даже не знаешь, откуда, да? Да. Что это? Именно. Непонятно, откуда взялось, да? Да, непонятно, поэтому я рад, что мы это решили, и можно топать дальше. Многих иностранцев в Казахстане предлагают именно женщины в Казахстане у нас, потому что у нас микс культур, да? Да, согласен, здесь микс культуры. Здесь европейская, азийская и микс. Поэтому здесь можно встретить очень красивые девушки, которые выглядят очень красиво, а без разницы, если вы из Европы, из Азии или откуда. Просто серьезно, надо просто общаться. Поэтому здесь девушки, а не только девушки, просто очень-очень красивые люди. Но, честно, я живу в Алматы сейчас, уже два с половиной года. Это мультикультурный город, я бы сказал, самый клевый город в Казахстане, да. Потому что он большой, культурный, здесь центр именно этого, я бы сказал. Можно сходить. В тусовки? Да, в тусовки прогуляться по Арбате, послушать музыку, сходить в театр. Ладно, сейчас в кино нельзя, пока. Может быть, откроют быстро. Скоро, извините, скоро откроют. Мои русские не совсем хорошие, что надо... Но надо еще изучить, что лучше надо... Да, надо еще просто сходить в горы и общаться с людьми. Это главное, да, да. Зачем ты начал ходить в горы? Чтобы наслаждаться жизнью, потому что там тишина, очень красивые места. И когда я посмотрел русскую классику, я понял, что такое ляпота. Красота, ляпота. Да. Поэтому в горах можно встретить очень интересных людей. Здесь люди именно в горах себе помогают. Как просто вы видите человека первый раз. И вот давай, вот лепешка, мясо, угощайся. Легко найти. Да, да, легко найти. И просто помогут в горах как бы самые хорошие друзья, чтобы знают себя очень долго. В горах люди другие. Да. Не меняются. Да. Стараются добрыми, искренними. Да, полностью согласен. И что мне в Алматы нравится, здесь больше солнца, люди веселые. Просто по улице вечером гуляете, все без проблем, можно пообщаться, поговорить, встретиться с друзьями, погулять здесь. Просто безопасный город Алматы. Да, очень безопасно у нас, да? Ну, а вообще, к тебе как-то люди по-другому относятся, потому что ты иностранец. Ты чувствуешь что-нибудь, такую разницу какую-то в отношении? Да, честно, это чуть меньше, чем в Азии, когда я был в Вьетнаме. Там типа подходили ко мне просто люди, типа вот давай поговорим, давай покажу тебе место, вот у меня мотоцикл, давай съездим и просто цены дороже для иностранцев, чем для местных. Здесь этого пока не чувствую. Может быть это есть, я это не видел еще для меня. Поэтому именно в этом хорошо, что этого нет, но... Но в целом люди дружелюбнее, наверное, да? Да, именно типа подходят, вот я слышу, что у вас такой странный русский, какой-то другой диалект, вы точно не отсюда, вот давайте поговорим, пообщаемся. И да, согласен. Пересувствуются, да? Да, просто люди интересуются, их интересует это. Поэтому я согласен, да, люди больше разговаривают со мной. Поэтому можно изучить русский. Честно, сначала типа, аааа, а зачем лучше, что ты хочешь? И потом, а давай поговорим, может быть типа через пару месяцев встретимся. И честно, так было. Мы были на Менжелке, кто не знает, это Плотина, очень красивое место. Мы там сидим, обедаем, подходит девушка. Вот, я тебя знаю, мы встретились, на как желал. Ааа, окей, с кем ты была, когда? Ааа, да, вспомнил. Как тебя зовут? Все понятно. Да, 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 вот давай, садись, как дела. И все, поэтому, да, так есть. Прикольно, классно. Ну, а вообще, вот пока ты здесь два года жил, как изменилась твоя жизнь? Как ты, как сказать, мировоззрение твое изменилось? Вообще, что в тебе поменялось, прожив в этой стране? Я больше ценю свое свободное время, честно скажу. Я понял, что главное есть люди вокруг, потому что они делают жизнь, жизнь делает лучше. Ты раньше был интровертом. Да, я был интровертом. Мне просто не хотелось общаться. А я здесь понял, просто, ладно, хочу чуть путешествовать, познакомиться с культурой. Вот, давай, с людьми надо общаться, чтобы мне они показывали. И здесь, серьезно, некоторые люди дружелюбны. И если вы поможете им, они вам помогут. Поэтому мне это нравится, а я думаю, что это должно быть. У нас есть много людей. Да. Обычные, да. Ну, не все, конечно. Да, да, так есть. А какие странности есть, что не нравится? Ладно, не скажу, что не нравится. Я с этим не сталкивался в Европе. Здесь имена типа... Мне друзья говорят, да ладно, у нас первая свадьба с родителями жены, и вторая свадьба с родителями мужа. Я типа, что такое, ребята? Вот такого не подойдет в Европе. Просто одна свадьба, свадьба там все типа 200-300 человек максимум и все. Они мне говорят, нет, нет, здесь две свадьбы, а именно, если ты на юге, 600 человек как минимум. Да. Просто, честно, я был удивлен, в шоке, просто вау. И это... Это твои друзья, родственники, знакомые твоих родственников. Один раз в жизни увидишь и все. Ты должен позвать на свадьбу. Да. А тебя звали на свадьбу, когда-нибудь был? Да, я был на одной свадьбе. У нас было хорошо, что была маленькая, потому что это были типа... Как сказать? Молодые люди, и уже не так все по традициях. Типа, давайте поменьше, потому что... Честно, для меня это деньги в пустую, если вы пригласите 600 людей. Просто сейчас деньги нужны на что-то другое. Поэтому я рад, что меня пригласили, там было где-то 50 человек. Очень маленько, кстати. Да, мне понравилось. 50 прям мало. Да. Хотя бы 100 нормальных. Хватит, для Алматы достаточно, для Алматы достаточно. Для Алматы мало. В Алматы ты тут всех знаешь друг друга. Да, честно, Алматы большая деревня. Никогда не знаете, кого встретите. В горах, в жилки. Да. Пошел в горы, там, где-нибудь, на какой-то колее сидишь, кушаешь сэндвич. Твой знакомый идет, да? Да. Именно. Одноклассник. Ну, у меня одноклассника. У тебя знакомые какие-нибудь. Да, да, именно так бывает. Так было много раз, кстати, спускаюсь, спускаюсь, типа, с пика. А, привет, мы здесь встретились, типа, полгода назад. Да, а, да, я тебя помню. Ну, просто люди знают, кажется, некоторых людей хорошо запоминают. Здесь, ну, знакомятся, общительные, да, люди, я заметила тоже. Мне кажется, очень знакомые, очень общительные. Да, это хорошо. Да, честно, жизнь поменялась, но я за это рад, потому что для меня главное, чтобы расширять свою зону комфорта и многому учиться. Потому что это не только больше опыта работы здесь, тоже больше опыта жизни. Честно, я скажу, я уже не живу на родине 10 лет, я не живу с родителями 10 лет, поэтому все я учусь, делаю сам. И, честно, это самая хорошая школа и самая хорошая вещь, которая могла случиться. Да, мне кажется, очень интересная у тебя жизнь. Да, мне... Вообще у всех людей, кто за границей живет, интересно. Да, мне здесь не скучно, честно скажу. Время быстро летит. Да, вы не представляете, чтобы забронировать время для подкастов, пришлось позвонить за благовременность. Не, шутка, конечно. Но вообще-то, да, Матэй все время занятой, все время куда-то ходит, с кем-то общается. У него всегда, абсолютно всегда горы в субботу, в воскресенье. Если хорошая погода, да, или велик. Просто надо чем-то заняться. Какое-то развлечение. А какие еще у тебя здесь развлечения есть, кроме гора? Да, пару раз сходил в театр с друзьями. Именно... Сходилось? Что в квартире или просто в игровом клубе. И давай, поиграем в игры. Это хорошо, потому что тогда бывает весело, много шуток. Да, я просто не могу себе рассказать. Просто вы знаете, какие там шутки бывают. Какие шутки бывают? Нет, мы не знаем. А вы знаете. Нет, мы не знаем. А кажется, что не будет по 10 вечера, поэтому не надо, да? Ты что, или шутка? Нет, нет, ладно. Не бывает. Но бывает весело. И еще могу сказать. Я жил в Словакии, Чехии. Там самое вкусное пиво мира. Пиво? Пиво мира. Я приехал здесь. Хорошо, что здесь импортное пиво, так скажу. Да, стоит дорого, но если хотите чувствовать иногда... Дома? Да, именно родину. Придется. Ну, ничего страшного. Просто... Какое пиво посоветуешь зрителям? Если вы любите пиво, которое горчит, именно тогда Budvar или на ческом Ползе, здесь Spielsner. Я думаю, все знают. А если вы любите пиво, которое не горчит, типа пшеничное, точно Hohgarten или что-то с какого-то Павленера, просто какое-то немецкое пиво. А вот этот козел? К сожалению, да, это козел, честно, его варят в России. Но это ческое пиво, да. Но просто можно найти место, где можно вкусное пиво выпить. Да, ладно, Жигули, да, Жигули... Ничего? Нет, оно хорошее, нормально. Но есть некоторые пиво, которые, честно, это вода. Ты еще не в Корее не пробовал пиво, вот там реально вода. Просто не очень. А здесь очень вкусное пиво, все равно в Алмате. Жигули нормальное, наверное? Да, Жигули нормальное, согласен. It's really ok. Yes, but imported one from Czech. Балтику пробовал? Балтику девятку пробовал? Российское. Нет, я так скажу, для меня пиво должно быть как-то 11-12 градусов и больше. А не как этот, ничего покрепче, да? Да. Понятно. Как тебе здесь еда, кстати, нравится? Да, мне здесь еда нравится, честно, я не знаю, что здесь такая вкусная кухня. Просто, да, шашлечок, но это типа там Грузия и Кавказ, но манты люблю, честно. С тыквой очень вкусный. Потом узбекский плов вкусный. Казы есть потом еще очень часто. Солянка. Да, да, да. Лагман. Да, лагман, да, тоже. Лагман. Грузинская кухня здесь тоже. Хачапури люблю. Тоже хинкали. Все вкусные баранина, говядина, сыр, шпенат. Без проблем. Корейскую кухню пробовал? Здесь, ну... Надо тебя сводить. Да, кажется, надо сводить. Серьезно ты не пробовал? Нет. Корейскую, кажется, нет. Серьезно? А нет, погоди. Нет, пробовал. А ты тебя сводил? Да, пробовал, когда у нас был секрет с друзьями, потому что один друг кореец, он приготовил корейское блюдо. Да, мне понравилось. Честно, я люблю спайси. На русском будет пикантную еду. Острую. Острую. Острую еду. Да, секрет санта тоже неожиданный праздник на работе. У нас такого не бывает. А здесь, да, это, кстати, хорошо, потому что это укрепляет коллектив. Весело? Что я знал, Алматы, Астана, Байконур, все, ничего больше. Я очень рад, что сюда приехал, потому что горы клевые, люди открытые, хорошие. И я здесь два с половиной года, и мне здесь нравится. Я просто рекомендую, чтобы здесь просто туристы ездили, чтобы Казахстан развивался. Потому что это важно. К сожалению, экология здесь как-то... Лучше, чем в Китае, Виндии. Да, лучше, чем в Китае, Виндии, но я бы хотел, чтобы она была еще получше. Да, но это уже... Будущее, будущее. Технологии. Да, могу сказать, что все хорошо, потому что самая девятая большая страна мира, а население только 18 миллионов, если не ошибаюсь. А это, ну, честно, слишком мало на такую большую страну. Ну, нам нормально, в Алмате нормально. Очень crowded. Да. Очень много людей в Алмате сейчас. Да. Раньше было меньше. Десять лет назад вообще никого не было. Зомби-ленд. Было мало людей, серьезно. Окей. И еще разница между Словакой, Чехией и Казахстаном. Здесь зимой утром минус 12, типа 8 утра минус 12, днем в два у вас уже плюс 2 градуса. Очень большая разница температуры. У нас бывает 6-7 градусов максимум. Поэтому... И здесь тоже так бывает летом, типа... У вас там ночь где-то 20-23-4 и днем 37-38. Да. Презко континентальный климат. Да. И я не знаю, что в Казахстане есть все, что касается природы. Степь, пустыня, горы, да. Все минералы. Море. Все, что хочется. Все. Ну, моря маловато, конечно. Да, но есть пока. Но есть лейк, озера, Каспий. Да. Ну, в общем, классно. Рекомендуешь. Да. В Казахстане. Именно. Окей. Спасибо большое, Матей. Матей. Правильное имя. Да. Мы работаем, я до сих пор не знаю имя. Эту жизнь убивает. Мне удобнее говорить Матей. Я не знаю, почему уже так привыкла. Кстати, так все говорят. Для них сложно говорить Матей. Матей. Да. Кстати, когда ты пришел в банк, я тебе отправила имейл, и я тебя назвала PionTech. Да. Я сказал, что-то, что-то, бла-бла, привет, Алина, хай, Алина, что-то, что-то. И в конце подписал Матей. И я когда увидела, я такая, блин, фейл. Ничего страшного, он просто вбивает. Имя, где фамилия. И такая, ааа, so cringy. Типа, как так произошло? Смешно было. Да, ничего страшного. Нет, это ничего страшного, но это было реально прикольно. То, что ты такая, да, да, в конце подписал Матей. Да, просто именно жизнь на приколах. Просто, если жизнь скучная, ребята, надо менять что-то. Окей, спасибо большое. Матей, вообще было классно очень. Ребята, подписывайтесь на канал, если вы хотите еще подкастов с Матеем. Может быть, будут в будущем. Ну, отпишите в комментариях, как вам понравилось. Нет? И что хотите узнать, да? Да, что хотите узнать, обязательно пишите. Матей ответит в комментариях. Я тебе дам ссылку, будешь отвечать. Хорошо, я постараюсь. Я постараюсь, если бы. Давайте не будем так шутить. Я могу сказать только одно, что все шутят, когда я здесь приехал. Через месяц мы все говорили. Ты женишься, да? Да, ты женишься. Никто холостой из Казахстана не уехал. Посмотри на коллеги. Они все уже женаты. Да, да. Это... Да, я знаю. Этот наш коллега. Не будем говорить его имя. Он тогда тоже сказал. Матей, никто не покидает Казахстан один. Так что... Посмотрим, посмотрим. Матей планирует покинуть Казахстан один, да? А встаться навсегда, да? Он не покинет, он просто останется. Я шучу, не знаю. Посмотрим, что жизнь покажет и все. Ну да, правильно, правильно. Это правильная позиция. Окей, классно вообще было, супер. Поэтому ставьте лайки специально для Матей. Надеюсь, это было просветительным для вас, полезным видео. И увидимся в следующий раз. Всем пока. Всем пока. Пока.